События, которые оживают перед зрителями, происходили 8 сентября 1942 года. В том злополучном бою погиб прославленный главнокомандующий 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Василий Глазков. Всего потомкам, а именно двоюродным внучатым племянникам, нам удалось пообщаться. Я им просто горжусь и горжусь, что во мне течет хотя бы какая-то капля его крови. Что во мне его гены, что я генетически... Говорят, я внешне на него очень похож. Детям рассказываешь о нем? Обязательно рассказываю. И детям рассказываю, и стараюсь всем родственникам больше о нем рассказывать. По сценарию красноармейцы строятся, генерал напутствует их перед боем. Тут же с поля ведут группу молодых ребят в форме, которые поясняют, что прибыли из будущего. Их отправляют в блиндаш, чтобы разобраться с ситуацией уже после боя. На ваших экранах первая волна атаки на позиции нашей армии. Немцы идут цепью, но огонь пулемета выкашивает минимум треть нападающих. Красноармейцы бьют по врагу из миномета и 45-миллиметровой пушки. Противника огнем пулемета поддерживает бронетранспортер Ганамак. Правда, недолго. Это тот самый, наверное, самый распространенный колесно-гусеничный бронетранспортер Ганамак, который применялся со стороны немецко-фашистской Германии в период Великой Отечественной войны. Ну, вот конкретно этот аппарат в начале боя двигался, но затем один из наших снарядов, видимо, от 82-миллиметрового миномета, попал ему в гусеницу. Машина развилась и встала на месте. Тогда, в сентябре 42-го года, на подступах к Сталинграду буквально каждый день в окопах от огня врага гибли тысячи наших солдат и офицеров. Стояли насмерть, чтобы не пропустить фашистов. В блиндаж генерала Глазкова попадает снаряд. Его пытаются эвакуировать, но еще один взрыв убивает героя. Его играет врач Валерий Дубовицкий. Он уже несколько лет болеет исторической реконструкцией. Главное, чтобы люди увидели неизмененную историю и могли понимать, что советские люди целиком отдавали себя ради победы, ради того, чтобы российский народ жил и сохранял свою историю. Когда на поле боя уже не остается выживших, группа ребят, которые прибыли на войну из будущего, передает последний снаряд для пушки и подбивает вражеский танк. Зрители от такого эпичного сражения остались в восторге. Понравилось, в принципе, все. Постановка, эффективность, эмоций тоже многое выживало. Все были на нервах, шокировались. Ну и смерть самого генерала у многих вызывала эмоции грустить, потому что человек был хороший сам по себе, многое проявил, а он так неожиданно погиб. Ну как побывали. Историю своей страны, наверное, нужно все-таки изучать, своего народа, потому что, ну, мы наследники, мы им за все должны быть благодарны. Организаторы, среди которых клуб «Тамбовский рубеж» и благотворительный фонд «Добровсем» отмечают, это только первый опыт проведения такой масштабной реконструкции. В перспективе новые сражения, на которых зрители смогут прикоснуться к истории нашей страны. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.